Стена, высота в человеческий рост, колючая проволока по трубе, чтобы не хватались, и гвозди, чтобы сложнее было перелезть. Именно так гостей города встречает переулок счастья. Название уникальное, аналогов в России у него нет. Однако инициатива создания принадлежит не городу, а одному из местных жителей. Родилась даже небольшая легенда о его происхождении. Когда они там ремонтировали стены, то обнаружили в одной из стен тайник. Они проникли в нишу этого тайника и обнаружили там ангела. Такую хорошо сохранившуюся статуэтку ангела. В связи с тем, что дом такой счастливый, они назвали нам этот переулок переулком счастья. Жители дома номер 10 на улице Соборной инициативу не оценили. Рассказывают, что незадачливым туристам, которые пытались прогуляться по переулку, выливали на голову ведра воды. Остальных до сих пор встречают бранными возгласами. Похоже, рязанское счастье темное, сырое и все в мусоре. Но гостей города это не смущает, как это панимическую комиссию. Официальным названием отношения не имеет. Мы название такого не давали. Но тем не менее, тем не менее, мы все-таки решили оставить, сохранить. Это народное название. Ради бога, это приятно, это интересно. Это как интересный туристический объект. Вскоре после появления переулка счастья в дом, на котором установлена табличка, переехал дворец бракосочетания. Теперь именно здесь соединяют свои судьбы по-настоящему счастливые люди. Во дворе ЗАГСа тоже есть арт-объект. Площадь Согласия и тоже неофициальная. В отличие от переулка, на котором находится всего один дом, здесь целых два. Но нам бы хотелось, чтобы, конечно, таких народных названий было поменьше, чтобы это было как бы исключение. Хорошее, приятное исключение. А то сейчас, если дать повод, у нас по всему городу появятся такие самодельные таблички. Люди будут сами номиновывать свои улицы, переулки и так далее. Не хотелось бы этого. Правда, удачное соседство продлится недолго. Уже к лету закончится строительство здания ЗАГСа на Московском шоссе. И дворец бракосочетания переедет туда, а необычное название останутся. Но если переулок счастья название народное и доставляет неудобства только соседям, то против безбожной улицы объединились верующие горожане. Ведь она есть на всех картах города. В середине 30-х годов у нас были названы, у нас было тогда в Рязани существовало общество, так называется, Рязанское отделение союза воинствующих безбожников. И по предложению этого союза, вот у нас первую и вторую банные улицы переименовали в первую и вторую безбожную улицу. И до сих пор сохраняется. Арт-объектом это назвать сложно, ведь дома уже разваливаются. Но желающие сделать пару кадров на память должны поторопиться. К 2021 году улица безбожная исчезнет окончательно. Согласно генеральному плану Рязани, здесь появятся многоэтажки. А вот новым домам присвоят уже название соседних улиц. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...